Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях этого дня вам расскажут мои коллеги. Я, Валерий Седов. Мусорная реформа. Вновь поговорим о минусах. Как убирают снег. Оценивать работу подрядчиков теперь будет еще и общественность. Три победы и одно поражение. Расскажем, как тренируется МФК Рязань ВДВ. Оценивать работу подрядчиков по уборке снега теперь будет еще и общественность. Ежедневно штаб мониторит социальные сети и старается оперативно реагировать на сигналы. Об этом на ежедневном совещании заявил вице-мэр Рязани Владимир Бурмистров. Кроме того, по итогам января в дирекции по благоустройству произошли кадровые изменения. Такие непопулярные меры городские власти приняли после тяжелого и снежного едваря, с которым справились далеко не все. По уборке тротуаров и остановок январь, надо прямо сказать, мы провалили. Но положительная динамика к исправлению уже видна. С этого непростого заявления начал Владимир Бурмистров разбор полетов Рязанской дирекции благоустройства. Орг-выводы сделаны, списки озвучены. В феврале город будут убирать по-другому и другие. Мы лишили премии весь руководящий состав своих должностей. Я просто говорю, что мы делали и что нам приходится делать. Своих должностей лишились главный технолог по благоустройству, главный технолог по дорогам, начальник отдела по дорогам, начальник отдела по благоустройству, начальник участка Советского района по благоустройству, начальник участка Октябрьского района по благоустройству, Главный специалист по обслуживанию производственных объектов. Потому что так продолжать уже в том же режиме, как это происходило, уже нельзя. Теперь ставка на молодежь. А незаслуженные премии руководства Владимир Бурмистров предложил отдать людям прямо сейчас на Рязанских улицах, колющих лед и убирающих снег вручную. Более того, в морозы им будут носить горячий чай. Сегодня это уже сделали. А там, где должна работать техника, она будет работать. Даже вопреки желаниям частных собственников, заявил Владимир Бурмистров. Очистка платных парковок от снега – тема отдельная. И по ней тоже есть решение. Лицо города, это улица Вокзальная, проходящая мимо вокзала Рязани-1 и площадь Ленина. Категорически несколько раз сам лично разговаривал с руководителем. Не убирают, точнее, изгребают, не вывозят снег. Но мы сейчас запустили постановление, то есть оно на этот недельный работающийся. Но площадь Ленина и улицу Вокзальную выводят из зоны платной парковки. Это будет тоже, ну, чтобы все понимали, как бы им первое, первое такое уже серьезное предупреждение не просто с ними разговаривать, а лишить их основных таких вот пунктов, где у них идет заработок. Отдаленные улицы и поселки в штабе по зимней уборке – зона особого внимания. Под надзором все социальные объекты, остановки и тротуары. При этом теперь на плохо работающие управляющие компании жители могут жаловаться прямо в штаб через номер 112. Кроме того, принято решение не платить подрядчикам за работу без утверждения общественности. А это представители ТОСов и просто неравнодушные рязанцы в социальных сетях. Они дают людям свою оценку к качеству проведенной работы. Эту оценку мы обобщаем в общественный мониторинг. И каждый день, каждый день, включая выходные дни, этот общественный мониторинг мы направляем в штаб зимней уборки. Дальше штаб централизованно берет в работу в зависимости от того, какие проблемные участки подсвечиваются, озвучиваются. В поселке Борки, например, жители остались довольны грейдированием улиц, но есть и те, кто безответно стучится в двери своей управляющей компании уже не первый день. Эти черные списки сегодня тоже озвучили. Всего 37 актов с разными видами штрафа. И если минимальный порог – это 5000 рублей для руководителя, то для управляющих компаний сумма намного солиднее – от 250 тысяч рублей. Для кого-то особо ленивого наступают темные времена. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В воскресенье 7 февраля в Рязанской области произошла авария. Водитель не выбрал безопасную скорость для движения, говорят в госавтоинспекции. Как результат – авария с Фордом. Три пассажира этого автомобиля получили травмы. Им оказана медицинская помощь. Всего за выходные зарегистрировано 9 ДТП, в результате которых 3 человека погибли и 12 получили травмы различной степени тяжести. Причиной высокой аварийности может быть и погода. В связи с данными фактами госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям строго соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и интервал между автомобилями. Необходимо отказаться от рискованных маневров, так как это может привести к потере контроля над управлением автомобилем. Реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами официально стартовала в Рязанской области 1 ноября 2019 года. И с первого же дня социальные сети были завалены фотографиями переполненных контейнеров. Прошло уже почти полтора года, а люди бесперебойно жалуются на то, что мусор из дворов не вывозят. Об очередной стихийной свалке расскажет Анна Герцовская. Жители на улице Соколовская в поселке Соколовка мешкают перед тем, как выбросить мусор. Причина проста. Мусорные баки переполнены, и людям не вполне понятно, куда выбрасывать мусор. Кто-то пробирается через отходы, пытаясь попасть мусорным пакетом в контейнер, а пожилым людям неудобно и небезопасно шагать по мусору. Порой граждане оставляют его прямо возле баков. При этом те же пенсионеры говорят о том, что оплату за вывоз мусора они производят регулярно. Деньги регулярно держат. Мы пенсию получаем в этот же день. За квартиру, за все услуги. У нас долгов нет. Местные жители выделяют две главные причины такой захламленности мусорной площадки. Одна из них – это смена регионального оператора по вывозу бытовых отходов. Мусорная реформа произошла почти полтора года назад. С тех пор, как говорят рязанцы, начались проблемы с вывозом отходов в этом районе. Местные жители сообщают, что мусор не вывозится здесь пять дней. Десятки звонков от недовольных жильцов не давали никакого эффекта. Однако есть еще одна причина, по которой мусор невозможно вывезти. Ну, во-первых, неочистенная достаточная подъезда к площадке. И людям запарковаться не идет. Приехал он поздно, человек, допустим, куда-то ему подставить машину надо. Он видит окошечки, большую площадку есть, ставит. А мусоровоз приезжает в полпятого утра. Так днем-то можно подъехать и вывезти. Чуть позже выяснилось, что прямо перед нашим появлением на этой мусорной площадке в понедельник с утра сюда все-таки приезжал мусоровоз. Значит, уборка отходов днем – это реально. Несмотря на то, что днем подъезд для мусоровоза свободен, бытовые отходы все равно никто не убирает. Вот он только приезжал, вот перед вами здесь. Загрузил, здесь уже куча такая была. У него такой был кузов, что там не полезет больше. Получается, что переполненные баки и куча мусора вокруг – это результат, которого достиг региональный оператор при уборке мусора. Когда бытовые отходы будут устранены окончательно – неизвестно. А пока граждане своими силами стараются освободить проезд для мусоровоза, регулярно обзванивая хозяев автомобилей, которые паркуются около контейнеров. Звоним, а что толку-то? Все равно, стоянки нет никакой. Здесь вот становят машины. А то, бывает, самая мусорка не подъезжает. Жители приходят к выводу, что проблему стихийной свалки в Соколовке можно решить сообща. При этом на ситуацию должна обратить внимание и местная управляющая компания. Я в свое время работал в управляющей компании в начале 90-х. Это вообще советская власть немножко была. Там у нас более жесткие были требования. Да не дай бог, у меня не уборная площадка была. Я ее не принял, и все на свете у меня летело. В свою управляющую компанию граждане не верят, говоря о том, что даже снег во дворах качественно не убирается. Им остается надеяться на сознательность представителей регионального оператора по вывозу мусора. Хотя даже в прошедшие выходные, по словам горожан, ни одна мусороуборочная машина в этот двор не приезжала. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Из-за спада заболеваемости COVID-19 в Рязанскую КБ открывают три отделения. Об этом заявил главврач Андрей Карпунин. В ближайшее время вновь откроются ревматологическое, гастроэнтерологическое и пульмонологическое отделения. Там уже провели тотальную дезинфекцию. Обработали помещения, поверхности и инвентарь. Сейчас проводится генеральная уборка. А в правительстве России рассказали, когда страна может вернуться к обычной жизни. Для этого нужно, чтобы иммунитет появился примерно у 60% населения планеты. Причем как естественным, так и искусственным путем. Цифру эту удастся достичь летом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Три успешных выездных матча провели хоккеисты-молодежки Рязань-ВДВ. Сейчас команда занимает высокое место в турнирной таблице и постоянно тренируется, чтобы это место сохранить. Далее расскажем, как занимаются ребята. Это третья шайба ворота брянской команды. Матч закончился победой МХК Рязань-ВДВ со счетом 5-1. Играли дома, а здесь, как говорится, и стены помогают. Но на выездных матчах команда опровергла и эту поговорку. Три игры, три победы. А уже по возвращению домой проиграли Липецкого со счетом 2-1. В нашей съемочной группе удалось поприсутствовать на тренировке хоккеистов. Поражение Липецку, говорят ребята, никак на команде не сказалось. Наоборот, как-то еще больше добавило силу и уверенность. Надо дальше добиваться успеха и выигрывать. Кирилл Затонских, по мнению рязанских болельщиков, стал лучшим игроком января. В этом сезоне он успел сыграть три игры в высшей лиге. По словам тренера, показал себя отлично. Сейчас обороты не сбавляет. Наоборот, наращивает. Впереди важные игры и серьезные тренировки. Сегодня мы работаем над тактикой выхода, раскаты. Четыре большинство, меньшинство. Заряжаем пацанов, готовим на домашнюю серию. Две игры молодежный клуб Рязань ВДВ проведет дома. Пять на выезде. И матчи серьезные. Тут и Пенза, и Карелия, и два клуба Динамо из разных городов. Тренируемся и готовимся к играм, к клубу. Мы стараемся сейчас. И первое место надо занимать в регулярном чемпионате. Поэтому сейчас каждая тренировка мы выкладываемся и пополним. В МХК Рязань ВДВ по контракту 30 человек. Самым старшим 20 лет. Нижнего предела нет. Еще нет лучших и худших. Их могут выбрать болельщики, но не тренеры. У нас команда, у нас нет индивидуальных каких-то личностей. Есть, да, кто-то хорошо играет, кто-то больше забивает. Но есть такая еще профессия черновую работу выполнять. Поэтому кто-то выполняет черновую работу, кто-то забивает. Но играет команда. Именно команда забила три гола Металлургу из Череповца. Матч закончился победой Рязанцев. Но праздновать некогда. 8 февраля вторая домашняя игра, где команде нужна только победа. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте. город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова